Поехали! Всем здравия, друзья мои! Здравия! С вами Народная славянская радио Алексей Орлов и Михаил. У нас сегодня дождик на дворе, и на улице особо не поработаешь, не потрудишься, дел особых не сделаешь. Поэтому мы с Михаилом сидим здесь, гоняем чаи, думаем о Вечном и Великом, и у него появились определенные вопросы, которые, наверное, будут созвучны с вопросами многих радиослушателей и зрителей, и, может быть, даже удастся нам какие-то дать на них интересные ответы. Итак, что тебя возбудило? Да, хорошее слово возбудило, поэтому, я думаю, тема будет подстать этому слову. Итак, сегодня разреши тебя маленько порасспрашивать про тему, что такое деньги, как правильно их привлекать в свою жизнь и как правильно ими распоряжаться. И чтобы было с чего начинать, хотел бы начать с такого примера, что часто бывает так, человек устраивается на какую-то работу, на какую-то должность, через какое-то время он добивается там определенных успехов, становится профессионалом своего дела и начинает замечать небольшую, а может даже не совсем небольшую, несправедливость. Это о чем я говорю? О том, что доход вот какого-то предприятия там, он, этот доход собирается из труда общего количества всех людей, вот. Но распределяется этот доход неравномерно, большую часть забирает директор или руководитель предприятия. И тогда в определенный момент такой человек, в данном случае мы еще обратим внимание вот на что. Я говорю, что славянские люди, они внутренне имеют потребность жить по совести, даже если пока они даже не называют это внутреннее состояние совестью. И видя такое отношение, что работают все вместе, а основной доход собирается у одного человека, а остальные почти ничего не получают, то вот такой вот работник говорит руководителю предприятия, не мог ли бы ты увеличить мне зарплату и сделать распределение дохода более справедливым? На что обычно руководитель либо просто его игнорирует, либо под тем или иным предлогом увольняет. И такому человеку, по сути, приходится начинать жизнь с нуля. Но в нашей жизни в любом случае необходим какой-то доход, какой-то источник вот этих самых денег, иначе без них просто не проживешь. Так вот, не мог бы ты высказать свое мнение о правильном привлечении денег в свою жизнь, и об отличии современного понимания вот этого процесса, который называется бизнесом, от державного подхода к зарабатыванию вот этого вот средств на жизнь? Ну, тем накидал много, и каждая тема одна другой стоит, и каждую тему надо рассматривать. Наверное, с анекдотом надо начать. Проводился опрос россиян по уровню достатка и довольства своим достатком, и 98% россиян в этом опросе сказали, что они очень довольны своим достатком и уровнем жизни. А внизу маленькое дополнение. Опрос проводился в центральном офисе «Газпрома». Дело в том, что... Ты правильно отметил в конце, ты подвел все правильно. Отличие цивилизационного принципа мышления, жизни, в который входит в так называемый финансовый достаток, от державного. Вот эти два отличия, они кардинально противоположны друг другу. И исходя из этого, и эффект, то, что мы получаем в конце, тоже будет отлично. Результат наших трудов, наших деяний будет отличаться. Если мы говорим с точки зрения цивилизационного подхода, то в этом случае надо понимать, что это большой обман, специально сделанный для того, чтобы людей увести от сути жизни и привести в некое состояние конкуренции, когда они между собой бьются. Державный принцип – это когда все понимают, что они едины, что все устремления направлены на одно – поддержание устоев жизни по нашему кону, по нашим поконам, по тому, как нам надо жить, как нам завещали предки – жить по совести, в ладу с природой. Естественно, святочтя тех, кто был до них. Потому что до этого, если многие тысячи и миллионы лет здесь существовали наши предки, значит, они каким-то образом сумели выжить, значит, их опыт для нас важен. Если мы их опыт не будем учитывать, значит, нас ждет каюк. Значит, нас ждет что-то нехорошее. Если же мы говорим про цивилизационный образ жизни, то здесь включается принцип лохотрона, который достаточно прост. Приходите к нам, мы вас научим, как быть богатыми. Приходите к нам, мы вас научим, как быть счастливыми. А можете сразу и богатыми, и счастливыми. Любой каприз за ваши деньги, который как раз не хватает. Да. Вот. И многие люди идут, проходят эти курсы, читают книги различные, журналы, гороскоп составляют, еще что-то. Но при этом мы видим, что чуть-чуть, может быть, заработали, и потом идет падение. Опять заработок, падение. А у кого-то все вот так вот общее. То есть кто-то вот так вот прыгает. Плюс-минус, плюс-минус. А кто-то вот так вот, в районе нуля. Ну, выживает и все. Кто-то поднялся на гору, потом с горы плюхнулся, потом опять лезет в горы. Вот так вот вся его жизнь. В конечном итоге, на что жизнь тратилась? У этих она тратилась на походы в горы и опускание в какие-то канализационные люки. А у этих они все время ровненько, но в нищете. Вопрос. Если столько долго людям преподаются вот эти знания по заработку, о богатстве, о том, как деньги притянуть, почему у нас так мало богатых людей? Если у нас огромное количество существует амулетов, оберегов, там денежные какие-то, и они висят на каждом, в каждом доме стоит лягушка или какой-нибудь там пузатенький дядя, которому там пузико надо чесать и монетку бросать. Почему столько людей у нас несчастных? Может быть, проблема не в этом? Может быть, надо в консерватории разобраться? На мой взгляд, все очень просто. Люди заняты не тем, что для них свойственно, а тем, что им навязали. То есть, навязали им цивилизационный, разобщенный, конкурентный образ жизни и образ мышления. И вот, когда ты приводил пример про директора и подчиненного, он как раз очень хорошо показывает вот этот самый цивилизационный образ жизни. Кто-то где-то срубил денег или вышел на кого-то, кто смог ему что-то поставлять. Какие-то запчасти, какие-то услуги, еще что-то. Ну, у кормушки кто находится. И он к этой кормушке присосался, заключил какие-то контракты, и жизнь пошла в гору. Но он сам теперь не справляется. Объемы-то увеличиваются. И необходимы ему помощники. Ну, помощники какие? Если ты возьмешь кого-то в дело, то по принципам цивилизации тебе придется с ним делиться. И делиться по-честному, а не по-братски. И в этом случае тогда ты получаешь нахлебника, как кажется тому. Поэтому проще брать не товарища, товар ищи, с которым ты делишь все пополам, а брать наемного работника. По договору. Где сказано, за 8 часов просиживания здесь, или за 8 часов ломания того-то, или махания лопатом или кайлом, ты получишь столько, столько, столько. Тебе гарантируется там один выходной или два выходных. Тебе там гарантируется это, и не гарантируется ничего другого. Все. Ты берешь такого человека, он приходит, подписывает договор, начинает трудиться. потрудился, пришел второй, потрудился, третий, десятый, создается коллектив. У этого господина в гору дела идут, у него уже доходы миллионами измеряются, а может уже и миллиардами. Штат у него достаточно большой, у него уже появились и топ-менеджеры, и те, которые не топы, менеджеры, и те просто, кто исполняет что-то. Несколько тысяч человек у него трудится. И вот приходит тот, который с самого начала рассказывал и говорит, уважаемый директор, мы с тобой с самого начала. Вот я посчитал, сколько мой отдел, и я в частности, тебе приносим, миллионов в месяц, и посчитал, сколько наш отдел получает. Ну я-то получаю вот такую сумму, такую, такую, получается, что мы принесли тебе 10 миллионов, каждый месяц 10 миллионов это минимум тебе приносит, а ты нам выплачиваешь ну полмиллиона от сил на весь наш отдел. Не мог бы ли ты провести дифференциацию? Не мог бы ли ты пересмотреть наш трудовой договор и зарплатную ее часть? А этот-то уже привык к хорошему. И он говорит, слушай, а не борзеешь ли ты? Незаменимых людей нет, иди дальше. Или в свой отдел, или мимо через подписание бумажек по увольнению. Я подписываюсь, а ты уходишь. Какое-то время это продолжается, потом наемные работники начинают думать, что-то где-то происходит, что-то не то. И они начинают искать себе новые занятия. Но поскольку здесь они уже поднаторели, поскольку здесь они уже научились много что делать, у них появились свои заказчики, у них появились свои бригады под их началом, то он думает, а если я стану таким же директором? Ну, я же тоже буду миллионы зарабатывать, но только эти 10 миллионов я буду тратить на своих и на себя любимого. По-честному. И в этом случае все будет хорошо, все будет замечательно. Уходит один, уходит потом второй, третий, четвертый. Но вместо того, чтобы объединиться вместе, каждый идет. Он-то думает, что он-то половчей, что он-то поумней, и что он будет получать те же самые миллионы. И он каждый идет в свое дело. Но от общей кормушки заказчиков не увеличилось. Общая кормушка не увеличилась. А конкурентов появилось много. В том числе блошиные конкуренты, группочки по одному, по три, по десять человек. Средненькие сто человек, которые тоже с этого предприятия ушли. Ну и само предприятие, где просто текучка идет. Приходят какие-то люди, их там обучают. Они потом, о, я умею. Платят мало, а там получают больше. Первые, кто ушел, они еще более-менее получают. Почему? Потому что они взяли клиентов, они взяли базу, они взяли все, и они работают. Вторые приходят, уже чувствуется конкуренция между ними и между предприятием. Третьи, десятые и так далее, происходит разбивка. И тут люди понимают, что они-то на предприятии видели, как шел поток заказов. А тут они сидят, поток заказов как-то уменьшился. Они начинают смотреть, а тут конкурентов куча. Они спрашивают, откуда он взялся. Так это же вот мы с ним в соседнем отделе сидели. А этот откуда? А он на предприятии там болты крутил. А этот откуда? А он там ездил за товаром. А этот, елки-палки, так они же все с этого предприятия. Что дальше происходит? У них одинаковая база, они занимаются одним делом. Одинаковое количество заказчиков. Не увеличилось количество заказчиков. А во времена кризисов их уменьшается, количество заказчиков. Какой выход? Логичный. Вот для цивилизационного человека. Уменьшить стоимость товара. Уменьшить затраты. Достать детальки подешевле. То есть от братьев китайцев привезти, потому что здесь сделать сложнее. Пускай они будут хуже качеством. Но зато они стоят дешевле. И дешевле заказчику. И начинается предложение. Тут чуть-чуть мы ужались по цене, по работе. Тут чуть-чуть у китайцев подешевле купили. Тут где-то комплектующие там своровали или что-то еще. И в конечном итоге у нас получается товар дешевле. И он начинает какое-то время вылезать. С конкурента хорошее качество предлагают. Он плохой. Но у него цены меньше. И он вылезает, что заказчик к нему пошел. Он ценой взял. Другие тоже не дураки. Другие понимают, что цена там дешевле, что к нему все идут. А им-то тоже жить хочется. Их уже десятки конкурирующих фирм. Что происходит дальше? Предприятие крупное тоже наблюдает за тем, что все падает. Заказы тоже уменьшаются. Кризис на месте не стоит. Он делает свое дело. И там тоже начинаются поджимки. Начинается увольнение, потому что ненужный. Снижение зарплат, отпуска и так далее. И эти тоже самое все делают. В конечном итоге, через год, кризисных вот этих всех мытарств, люди начинают понимать, что они-то рассчитывали на одно, на десятки миллионов в месяц. А у них тут и 500 тысяч не получается. Они даже тот отдел, который 500 тысяч когда-то получал, даже не могут обеспечить. Плюс ко всему, они же еще платят налоги из этого всего. Раньше предприятие платило, а теперь ты. Плюс всего, они платят еще и аренду чего-либо. Станков, оборудования, гаражей, складов, транспорт. Это тоже они все платят. И они думают, а на 500 тысяч это как прожить? Когда все сидят, и они хотят получать зарплату. Те же самые 500 тысяч, зарплатный фонд. Они из этих выплачивают все вместе. И начинается ухудшение. Кто-то прогорает, кто-то еще там начинает подворовывать. Но в конечном итоге ни у предприятия, где директор так умно в кавычках поступил, ни у этих дохода нет. И дела совсем плохие. А Китай процветает. Потому что вот эти все 10 фирм новые созданы. И сам директор вынужден теперь, предприятие имеется для директора, обращаться к братьям-китайцам за более дешевым товаром. Потому что здесь сделать более дешевый товар не получается. Плюс экономим на специалистах. Пригласили из ближайшего зарубежа того, кто просто говорит, что он умеет. И потом, как там, джавшаты, как там их называли? Рамшу. Рамшу, да. Вот примерно та же самая история. Поэтому что мы здесь видим? Цивилизационный подход, он разделяет нас. Сейчас он нас грабит, он превращает нас в нищих, и он нас разводит по углам. Мы друг на друга смотрим уже как волки. Вот это цивилизационный подход к жизни. Если бы мы говорили про мудрость, которая могла бы быть у директора, которому повезло оказаться у кормушки, то, наверное, здесь подошел как раз державный подход. Ну, зачем мне там 10 Бентли? Зачем мне три дачи на Канарах? Или там Эфелева башня купленная? Ну, зачем? Что я с ними буду делать? Зачем мне там три Боинга? Мне это не нужно. Зачем мне какие-то вертолетики, которые у меня под дому стоят ради забавы? Ну, купи этот квадеккоптер, запускай его, довеселись. Нет, надо полетать самому. И вот если бы человек, который бы смотрел не с точки зрения цивилизационного подхода, а с точки зрения здравомыслия и державности, он бы понимал, что если я буду так себя вести, я потеряю все в конечном итоге. И он бы тогда заинтересован был не в тех, кто ему поклоны отбивает и кто на уши льет ему, что кто-то там что-то делает, а в тех, кто хороший мастер в своем деле. Помогая ему в жизни, обеспечивая его хорошую жизнь, строя, например, там ему жилье, интересуясь, как живет его семья, что у него есть, что у него есть, но все аккумулируя в одном месте, чтобы не создавая голыдьбу из конкурентов, не поддерживая братский нам Китай, а развивая свое производство совместно. И он бы тогда подтягивал в управление тех, кто с головой не воры, которые умеют воровать, а тех, кто с головой, кто может производство сделать лучше, предприятие сделать лучше, наладить снабжение, наладить выпуск, продажи и так далее. Вот это бы было наш держат вместе и делиться уже не так, как записано в кодексе каком-то или законе, а делиться так, как совесть того велит. И тем самым такое предприятие всегда бы было на плаву. Сейчас мы видим обратную ситуацию. Сейчас мы видим, что предприятия закрываются, еле выживают, перепрофилируются, что угодно. Появляется куча конкурентов, где качества нет, где все плохо, где сами они наладо дышат, но при этом пузыри из носа выпускают, какие они крутые. Вот это вот простой такой принцип. То есть принцип державности даже в современных условиях он себя может показать очень хорошо, если правильно к этому подходить. Теперь переходим ко второму вопросу. Как быть с деньгами? Как деньги-то брать? Вот здесь хорошая песенка такая была у Меладзе, когда он пел про дочку дипломата. Что суть такая, принцев много, а на всех их не хватает. Вот у нас сейчас такие дочки в кавычках дипломата сидят и ждут принца каких-то голубых кровей, да чтобы он приехал на белом коне, да чтобы он еще на белом коне увез в какие-то там хоромы, дворцы, и не просто где-то, а в каком-то элитном месте. Но не хватает принцев. Вот эти вот тетеньки, девочки, сначала девочки, потом девушки, потом тетеньки, сидят перед зеркалами, вздыхают и поправляют ресницы и что-то еще, и ждут, и ждут, и ждут принцев. Почему принцев не хватает? Да потому что так устроено, что есть определенные ограничения на что-либо. Ограничения воды, полезных ископаемых, воздуха, солнечного света. Это все есть. И мы не можем это игнорировать. То же самое и в обществе. Принцев на всех не хватит. Если мы касаемся теперь денег, то и здесь работает то же самое. То же самый эффект здесь просматривается. Та же самая закономерность здесь видна. Цивилизация сделала деньги, производит вернее деньги, не для того, чтобы вы были богатые, счастливые, достатки жили, а для того, чтобы вами управлять. Поэтому деньги выпускаются с таким расчетом, чтобы они работали по принципу вам дали в долг, и вы должны отдать с процентом. Казалось, но зарплату никто мне в долг не дает. Но прежде чем она попала к вам в зарплаты, она была откуда-то взята, и там процент был уже заложен. Процент инфляции. Очень удивительно, откуда процент инфляции берется. Государство, которое полностью себя может обеспечивать всем. И водой, и полезными ископаемыми, и людскими ресурсами, и пашнями, и нивами, и воздухом, всем. У нас есть все. Но процент инфляции заложен. Почему? Потому что он отталкивается от тех установок, которые есть в цивилизации, в мировой экономике, которые кто-то установил и обязал здесь так делать. Ну, мы сейчас не про экономику говорим, немножко про другое, связанное, но не с этим. Но суть в том, что если есть планируемая инфляция, то это означает, что есть судный процент, который кто-то должен выплачивать. А выплачивать он будет из чьих карманов? Из тех, кто трудится, кто работает. Поэтому любые деньги, они как раз заточены на то, чтобы кого-то доить. И их никогда не будет в достатке и в избытке. Их всегда будет необходимое количество для того, чтобы управлять. А аккумуляция этих денег, концентрация, будет находиться только в руках тех самых принцев, которых на всех не хватает. Поэтому разговор о том, приходите к нам, и мы вас сделаем счастливыми и богатыми, вы от нас уйдете и сразу к вам будут миллионы плыть, это разговоры ни о чем. Это разговоры для доверчивых нанайских мальчиках, которые сидят в маминых рубахах. Это лох в маминой кофте, вот из этой серии. Приходи к нам, мы тебе расскажем, как жить на свете. Не забудь с собой прихватить последние деньги. Вот поэтому, к чему я сейчас веду? Если вы будете продолжать жить в цивилизационной основе, то в этом случае вас будут грабить, вас будут обманывать, вас будут раздевать. И вы всегда будете лохом в маминой кофте. Если вы поймете, что так жить дальше нельзя, то вы будете задумываться, как жить. И вот тогда, наверное, придет момент, когда вы осознаете, что жить можно только по державным нашим принципам. Вот примерно такой ответ. А вот как жить, давайте теперь разбирать уже уточняющий вопрос, задавай, будем разбираться. Ну, ты хорошо объяснил, почему так происходит. Но давай теперь возьмем уже такой, другой пример. То есть, да, люди поняли, как жить правильно, как трудиться правильно, как привлекать свою жизнь правильным образом доход. Но помимо того, что ты его привлек, не важно, ты работник с хорошей зарплатой, не важно, что ты руководитель, который пытается жить с хорошими, с добрыми посылами, да. Но ты начинаешь понимать, что важно не только все мне, мне, мне. Надо бы желательно и другим каким-то образом помочь. Так вот, не мог бы ты пояснить, как правильно помогать другим. Потому что часто бывает, что люди, думая, что они делают добро, можно сказать такое слово, причиняют зло. Или как пример с иролашем, когда дети бабушку через дорогу переводили, а она как бы и не хотела через нее переходить. Вот. Если возможно, то раскрою, пожалуйста, вот эту тему подробнее. То есть, как именно правильно распоряжаться своим доходом при поддержке других людей. Да. Ты очень интересную тему затронул. Наверное, начну вот с чего. Наш мир – это большой копировальный аппарат с функцией увеличения. Об этом мы уже говорили. То есть, формат А4 заложил, выползает формат А3 и еще в большом количестве. Заложил один формат А4, вылезло 10 А3. И вот что ты в этот А4 заложил, то и будет на А3. Но только если ты это в ксерокс засовываешь от себя, то ксерокс обратно тебе выплевывает. И твое же, и то, что он еще произвел, увеличил. Поэтому ты добро заложил, добро будет увеличиваться. Зло заложил, зло будешь увеличиваться. Но ты правильно сказал, не причиняйте зла. Я скажу, не причиняйте добра. Не причиняйте добро, когда оно необходимо. И тогда оно будет всегда добром и всегда на месте. Если же вы все хотите совершить добро, не задумываясь, а нужно ли оно ему. А подходит ли оно к этому месту. А готов ли он его принять. А заслужено ли оно им. И так далее и тому подобное. То в этом случае будет производиться зло. Вы будете причинять зло. Причины для зла. Вы поможете негодяю, и негодяй станет сильнее. Он стал сильнее, и в конечном итоге получилось больше негодяйства. Не причиняйте добро. Ну ладно, теперь переходим к тому, что ты с этого вопроса. А как быть-то? Кому помогать? Вот есть древнейшая такая мудрость. Отдай. Вот не заработка, а от того, что вот твое уже стало. Не от всего дохода, а от того, что твое. Отдай. Ну около десятой части. Около десятой части отдай. И многие люди, задумываясь о добре, о свете, думают, отдай-ка я буду десятую часть отдавать. И вот они начинают отдавать куда? В фонды, в какие-то фестивали, посвященные какой-то благотворительной деятельности. Не задумываясь, кто устроитель, куда деньги идут. Просто отдают. На строительство какого-либо храма, не понимая, есть этот храм или нет. Потому что часто стоят эти вот сборы, они поставлены непонятно кем, непонятно с какой целью. Нищим и так далее. Или даже своим родственникам. Ну это еще интереснее. Но сейчас вопрос сам простой разберем. Нищие, многие, есть люди, которые реально нуждаются, так получилось, они немощные. Они немощные. Они оказались без поддержки. И цивилизация их не поддерживает, потому что они цивилизации больше не нужны. Это больше не рабочие батарейки. Из них больше выжить ничего нельзя. Они немощные. Они никуда не могут устроиться. И так получилось, что цивилизация в свое время обманула. И они не имеют ни детей, ни родственников. Они вот всю жизнь на цивилизацию работали. Как добросовестные роботы. Пока их ресурс был в достатке. Как только ресурс закончился, они казались на улице. Пенсия минимальная. Выжить на нее невозможно. Родственников, детей нет. Они не создали своего фонда. И все. Это одно дело. Виноваты они? Да, виноваты. Почему? Потому что они доверились. Они оказались лохами в маминой кофте. Они доверились этим всем посылам золотого ключика, золотого будущего. Им сказали, вам не нужны дети. Один ребеночек в лучшем случае для себя. Ну двое это уже. Ну трое это вообще же многодетная семья. Ну что вы? Ну как можно? А жить когда? А работать? А карьера? И вот они, может быть, там произвели одного, который потом сам в цивилизацию попал. Или ушел от них, или погиб. Или они с ними разругались, потому что он сам строит свой бизнес. И ему они как-то, старики, не нужны. Виноваты. Но эти люди, наши люди, они на улице оказались. И им надо помогать целенаправленно. Не просто дал им денег, а целенаправленно. На что тебе надо? Покушать? Пожалуйста, купи продукты этому человеку. Пускай он живет в достатке. За квартиру заплатить? Пожалуйста, помоги заплатить за квартиру. Одежонку надо купить? Помоги купить. Целенаправленно. Никогда нельзя давать денег. Этим отличалось и на наше общество. Приходили и целенаправленно. Дом покосился? Поправили. Крыша потекла? Поправили. Там не урожай? Дали еды. Сломалось что-то? Помогли? Поправили. Вот целенаправленность должна быть. Если этого нет, то деньги, когда даются, они могут тратиться на что угодно. Их можно потерять, их можно пропить, их можно проиграть. Что угодно с ними можно сделать. И деньги они развращают. Пришел, шапочку положил, побросали, 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 ты посчитал, что за один день ты набираешь полпенсии. И тебе включается счетчик внутри. Так я же могу еще набрать. И ты уже приходишь не один раз в месяц, а два раза в месяц. Через два месяца ты приходишь уже четыре раза в месяц. А потом это становится бизнесом. И он получает эти деньги. деньги. И это развращает. Он получает деньги на доверие. Ни на чем. Это страшная вещь. И он превращается в профессиональную попрошайку. А где профессиональная попрошайка, там есть сутенеры, которые его берут под колпак и говорят, теперь ты будешь делиться с нами. И тем самым, давая просто деньги, не направлено. Мы увеличиваем количество этих самых, так называемых, бомжей, которые стекаются в крупные города. И увеличиваем количество мерзавцев, сутенеров, которые их содержат. Которые от нечего делать, просто занимаются крышеванием. Добро это? Нет. А мы же причиняли его. И так далее. Фонд какой даем, тоже должны знать, куда эти деньги пойдут. Для кого? А почему эти дети оказались в таком варианте, в таком плачевом состоянии? А давайте мы на мам посмотрим, на пап. Может быть, они явились причиной больных детей? Может быть, они вели такой образ жизни, что направо и налево, и потом у них родились больные дети, они теперь дайте денежек для Алешеньки, дайте денежек для Ваденьки на операцию, на то, на все, пятьдесят. Нет, дорогой мой, ты породил больного, ты с ним и сиди. Это твоя заслуга. Медаль по заслуге. Носи. Орден Сутулова. Всю жизнь, дорогой мой. Больного, урода, выродка, кого угодно. Носи. Ты виноват. Это урок на всю жизнь. А когда он просто сбагривает его куда-то и продолжает вести такой же образ жизни, пьянки-гулянки, мы опять причиняем. Причиняем добро, вызываем зло. И вот так вот во всем. Что же касается родственников, про которых ты упомянул, здесь еще все интереснее. У нас есть моменты, когда какой-либо человек, мужчина или женщина, заработав огромное количество денег, начинает родственникам помогать. Причем не так, что он их куда-то устраивает, а так, что он просто им дает деньги. Но у меня же хорошая машина есть. Ну дайте я тоже куплю хорошую машину. Покупает. Но у меня же квартира есть и не одна. Ну дайте я тоже куплю хорошую квартиру. Мебель, диван и так далее. Ну я езжу в отпуск на Гавайи. Ну давай ты будешь есть на Гавайи. Я не призываю к тому, что давайте откажемся от родственников. Нет. Я призываю к тому, чтобы родственникам помогать становиться человеками. Ты не давай ему рыбку. Ты расскажи, где водится рыбка. Как ее можно поймать. А лучше всего, как ее развести. Как сделать удочку или снасть для того, чтобы ее выловить. Да еще и как распотрошить, приготовить и так далее. Хотя рыбу я не употребляю, но пример такой есть. Без труда не выложишь рыбку из пруда. То есть труд целенаправленный. Не мартышечный, не обезьянничество, а именно целенаправленный осознанный труд. И вот в этом случае, даже если у тебя крупное предприятие, ты имеешь право своих родственников устроить, но не на должности руководителей, а на те места, которым они соответствуют. Тем самым, ты их устроишь, они будут в достатке, по своему уровню. Они не будут наносить вред предприятию, поскольку бездельник наверху – это страшная вещь. Он будет заниматься тем делом, который может делать. И к тебе будут относиться, как к настоящему человеку, который не выставляет своих родственников на должности топ-менеджеров, а направляет их в цеха, направляет их в отделы, чтобы они трудились так, как могут, принося пользу общему делу. И кладя, добывая для общего котла богатство, которое будет расходиться по всему предприятию, на его улучшение развития и людям, которые в этом предприятии работают. Вот это правильный подход. Поэтому ни в коем случае нельзя родственников баловать, детей тем более, потому что появляются выродки. Если вы хотите выродить свой род, то в этом случае занимайтесь вот такими делами. Просто вбрасывайте в них деньги. Вы превратите их в бомжей, в кровопивцев, и этим все закончится на этой земле. А потом с вас будет спрос там. Вот это ответ на твой вопрос, как быть с родственниками. Так, давайте тогда дальше продолжим. Мы разобрали с тобой про правильное привлечение денег, про правильную поддержку своим доходам других. Мы не совсем с тобой разобрали правильное привлечение денег. Мы рассмотрели неправильное цивилизационное. А, да, да. Мы рассмотрели ошибки, которые возникают. Как тебе правильно привлекать? Вот ты как думаешь, как правильно привлекать? Ну, исходя из того, что мы с тобой обсуждали, получается, что надо нам все-таки объединяться на принципах общинности. Ради чего? Ради того, чтобы строить вместе державу. Вот, цель. Да, цель, главная цель наша, это строительство державы. Получается? Получается, что ты должен зарабатывать деньги не для того, что у тебя нолики на счету добавлялись, или яхты с самолетами, а для того, чтобы как можно большее количество людей вокруг тебя, видя твой пример, для них это становилось образом жизни. И они начинали жить так же, как ты. Потому что все учатся только, как говорится, когда человек, который учит, реально это добился сам, и реально этим живет. Мое мнение такое. То есть, ключевое слово здесь – цель. Цель, да. Если у тебя есть цель высокая, ну, к примеру, строительство державы, то ты будешь обязан изучить основы державы. Значит, ты уже развиваться будешь. Плюс есть – есть. Ты начинаешь разбираться в этом мире. Для того, чтобы это изучить, тебе нужно прошлое понять. И прошлое не из того, что кто-то переписал, а прошлое, как оно было. Значит, ты будешь заглядывать в те архивы, которые более древние, встречаться с теми людьми, которые здесь уже что-то раскопали. Как это говорят, новое – это хорошо забытое старое, или просто новые грани старого, которые помогут тебе стать более цельным. Да, да. И сам еще будешь развиваться с точки зрения того, что у тебя будет чук развиваться. Ты будешь работать по родовому потоку, родовая нить будет включаться, который тебя не обманет. То есть, генетическая память. И будет складываться современное твое представление и видение, авторитетные люди в этом направлении, и твое ощущение. Здравомыслие начинает складываться. То есть, ты развиваешься. Это плюс-плюс. То есть, есть главная цель, ради которой ты живешь, и все твои труды и мысли ей посвящены. Хорошо. Тогда получается, что деньги перестают быть самой целью. Да, да. Деньги не цель, это средство. Достижение основной цели. Они превращаются в инструмент и средство для чего-то для достижения. И вот в этом случае ты выходишь из-под их влияния. Ты становишься хозяином жизни. А деньги на сегодняшний момент, как бы кому-то нравилось или не нравится, составляющие этой жизни. И вот в этом случае они идут в том количестве и в то место, и в то время, которые необходимы тебе для достижения своей главной цели. Но здесь главное еще одно. Главное быть искренним и честным и открытым в этом вопросе. Потому что он говорит, да, 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 я строю державу. Да, 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 да. Да, да, да. Ушел, да. Ага, хорошо. И по карманам давай рассовывать. Вот в этом случае вот эту вертикаль не обманешь. Можно обмануть вот здесь. Вот ее там не обманешь. А формирование потоков производится не здесь, не на горизонтали, а там. И если ты в горизонте работаешь, тогда появляются вот такие ребята с красными глазками, которые тебя под себя забирают, дают тебе возможность заработать. То есть наживочку поглубже, чтобы ты заглотил, крючочек, чтобы вошел, а потом начинают тебя дергать. И ты со светлого пути падаешь туда. Очень многие бизнесмены, я встречал таких людей, которые вот этого не понимают. Они думают, я любым путем буду зарабатывать деньги, только чтобы построить державу. Любым путем. В том числе и обманывая других, в том числе и давая ложные обещания, в том числе и то, и другое, и третье. В конечном итоге получается, что они развивают не державность, а они развивают уничтожение державы. То есть они поддерживают цивилизационный строй. Вот это беда, которая сейчас встречается. Поэтому нельзя превращаться в бизнесмена от русскости. Нельзя превращаться в бизнесмена от державности. Нет такого понятия. Не может, оно противоречит просто. Оно не может быть. Вот поэтому вот это надо четко осознавать. То есть цель, чистые помыслы, связь с предками, связь с соратниками, то есть вертикаль и горизонталь. И никакого обмана, никакой кривды. Ты точно понимаешь, что делаешь. Дал слово, ты его держишь. И не важно, что ты, например, управляешь тысячами людей, и ты мог забыть об этом слове. Нет. Если ты обманул, то с тебя будет спрос. И твои дела уже будут сыпаться. И какие бы там ни были достатки изначально, с тобой будут расследить потом страшные вещи. Сейчас мы вошли в такую область нашего бытия, где любая кривда будет поворачиваться в твою сторону. Это как пистолет со заогнутым дулом. Стреляешь туда, летит в тебя. И если ты прикрываешься какой-то вышиванкой, какими-то там бородками, правильными словами, даже, может быть, ты какие-то там закончил курсы, наслушался какого-то учителя, а может быть, сам уже начинаешь что-то такое говорить. Но если внутри, в душе, ты остаешься бизнесменом, а бизнесмен, возможно, только в цивилизации, ты работаешь против державы. Ты уничтожаешь державу, ты уничтожаешь державный строй, потому что ты сеешь кривду, ты сеешь ложь. И в конечном итоге, до какой-то поры, пока ты как инструмент выгоден красноглазым с рожками, они тебя будут поддерживать, они будут тебе денег давать. Но как только они отсюда уйдут, а их время уже заканчивается, ты окажешься в том месте, где будет плохо пахнуть, и много будет мусорных баков. И тогда на тебя будут смотреть, как на предателя. Вот это очень важно. Многие этого не понимают. Поэтому задача сейчас простая. Цель, чистота помыслов и понимание, что ты делаешь. Осознанность, здравомыслие. Если это все есть, вокруг тебя будут появляться люди, вокруг тебя будут собираться условия твоего бытия и продвижения. Мне многие сейчас начинают говорить, ты нас призываешь к какому-то такому безнасилию и так далее. А зачем нам нужно насилие? Обратите внимание, всегда, когда кто-то пытался улучшить мир через насилие, лилась кровь. Но лилась кровь кого? Своих же современников, своих же родственников, близких людей. И в конечном итоге мы уничтожали сами себя. И те, которые через революцию и потрясение пришли к власти, в конечном итоге были сметены. И их место заняли те, которые спонсировали эту революцию, эти бунты и прочее. То есть задайте себе вопрос, вы хотите мордобой, вы хотите крови? Чья прольется кровь? А получится ли удержать власть? А сможете ли вы? А не являетесь ли вы игрушкой в чьих-то руках и марионеткой того дяди, который дергает за ниточки, которые к вам идут? Задумайтесь об этом. А державный способ, он подразумевает увеличение людей, единомышленников, без крови, без каких-то потерь, но только в увеличении здравомыслящих. Понимаете? Соединение, объединение, единение. И увеличение, без крови, без потрясений. И тогда каждый найдет свое место в державе. Об этом мы говорили за одной передачей. И держава будет для каждого, и каждый будет для держави. И каждый будет развиваться по его року, а не как кому-то что-то показалось. Это вот как вот насчет заработка денег. Теперь смотри уже вопрос про Народное славянское радио. Мне вот почему близко твое отношение, то, что ты делаешь, да? Потому что вот я чувствую это, что ты, твоя задача именно поделиться, пробудить народ, а не забрать у народа последние деньги. Вот многие сайты, вроде бы, казалось бы, подобной тематики, но когда заходишь на такой сайт, то видишь то, что это, по сути, не сайт, это магазин, где продают вот то, это, пятое, десятое, шестое, двадцатое, но не самое основное. Они не учат тебя правильно ставить цель и жить по праве. Им нужны твои деньги. И не поэтому ли именно на твоем радио происходит так, что хоть ты и нуждаешься в этом, в этом мире действительно необходимо нам, для развития нужны средства, но ты не трубишь об этом во всеуслышание и не берешь деньги за ту же рекламу. Ну ты видел, как мы живем, сам травку покосил, сам дрова пробил, потаскал. Ну вот, так что вопросы тебе отпали. О моих миллионах и миллиардах. Вот, не берем деньги. Да, ты правильно отметил, что когда мы что-то оглашаем, или, как еще говорят, анонсируем, мы за это не берем деньги ни с кого и никогда. Почему? Казалось бы, ну, у вас есть уже достаточно большой объем ваших слушателей, зрителей. Некоторые просмотры на ютубе превысили уже достаточно большие цифры. И можно было бы на этом хорошо зарабатывать. Можно было бы туда вставлять рекламу целенаправленную. Можно было бы на сайте разместить какой-либо магазин, от оберегов там, заканчивая машинами. Может быть, там какие-то банки пригласить, чтобы они рекламировали кредитные свои политики, карты втюхивали и так далее. Почему мы это не делаем? Неужели нам не нужно? Ну, как сказать, мы со своими соратниками приняли решение не использовать интерес наших зрителей и слушателей на что-то низменное. Не использовать этот интерес в цели своей наживы. не уподобляться тем сайтам, которые интерес людей к славянству, к русскости, к древности используют для продаж. То есть, вы интересуетесь русскостью? Вот вам русская рубашка. Вы интересуетесь русскостью, славянством? Вот вам и берег. Это неплохо на самом деле. Кто-то ведь должен рубашки делать. Кто-то ведь должен на береге, если это необходимо кому-то. Хотя на мне берегов нет. Нет ни наколок, ни берегов, ничего. Это же значит, кому-то надо. Значит, кто-то будет предлагать. Но это не наше направление. Мы не магазин. Почему мы за рекламу и за прочее, то, что называется реклама или анонсы, не берем деньги? Да потому что мы считаем так. Если человек интересуется древностью, русскостью, и он видит, что радио приносит пользу обществу, то в этом случае совесть ему подскажет, как быть. Ну, радио уже работает, радио держава. Мы же трудимся на державу. Мы хотим создать, чтобы это было. Чтобы не душили налогами, чтобы не было воин, чтобы все в мире жили, в здравии, понимали, для чего они здесь. Значит, нужна держава. И мы на это настроены. А в державе-то нужны люди какие? Те, которые осознанные, а не те, которых заставляют. Это означает следующее, что если человек чувствует, что радио занимается этим, и оно нужно, он просто-напросто со своего дохода, не общего объема, как я говорил, а именно уже то, что стало доходом, его заработком, он какую-то часть на это отдаст. Если он здравомысленно понимает, что держава – это хорошо. И те, кто строит державу, с теми надо поделиться, с теми надо поддержать. Если какой-то бизнесмен серьезный, то он тоже это понимает, что его задушили уже налогами. Вот эта конкуренция, которая искусственно создается, она мешает жить и ему, и тем, кто покупает, и вообще общество в целом. И он также будет заинтересован тем, чтобы помочь. И к этому призывать не надо. Почему? Потому что если мы призываем, то означает, что у человека еще что-то не пробудилось, совесть еще не проснулась, чуйка еще не появилась, здравомысл еще не развита. И в этом случае призывать его бесполезно. Ну, можно давить на совесть. Ну, что же ты? Мы тут для тебя, а ты? Ну, хоть бы ты рубль выделил. Мы тут, а ты? Ты тут… Ну, это уже получается лицемерие, да? Это не лицемерие, это глупость. Почему? Призывая к совести, которая еще не пробудилась, это глупо. Призывая к здравомыслию, которого еще нет, тоже глупо. Это заниматься глупостью. Поэтому мы глупостью не занимаемся. А человеку, у которого есть здравомыслие, совесть и понятие, он и так это сделает. Зачем его призывать? Все очень просто. Поэтому, когда есть люди, которые специально нас распространяют к ривду, просто реально, пишут у меня человек, Алексей, сколько стоит у тебя реклама на радио? Я говорю, во-первых, у нас нет рекламы, во-вторых, нисколько. Говорит, ну, хорошо, не реклама, а вот рассказать. Говорю, нисколько. А мне вот тот-то, тот-то сказал, что вы за это берете деньги. Говорю, ну, значит, это на совести того-то. Я тебе предложил хоть копейку денег сплатить? Нет. Говорю, давай ролик присылай, разместим. Но с условием, что это должен быть некоммерческий проект. Первое. Второе. Он должен в моем представлении, в представлении наших соратников, направлен быть на строительство державы. И он не должен призывать к какому-то разделению. А наоборот, на объединение. Потому что держава – это цельность. Это цельность. Вот если это некоммерческий проект, не зарабатывание денег, если это направлено на державность, и там нет разъединения, приноси сделанный ролик, коротенький, но емкий. Мы его поставим и покрутим. И пускай люди о хорошем деле узнают. Есть у вас какое-то мероприятие, фестиваль. Списываемся. Если мы видим, что там не ради денег он сделан, а деньги являются только необходимостью. Но без денег сейчас трудно, да? Надо же это закупить, это доставить, это привезти, увезти, кого-то пригласить, еду оплатить и так далее. Ту же самую воду. Ну, место некоторые арендуют. Но это же надо оплатить. Плюс ко всему, люди же потратили сами деньги на проезд. Они же бегали, там что-то искали. Они с кем-то связывались. Да и прожить на что-то надо. Они же вот этот месяц, там или два подготовки, занимались этим вопросом. Они же нигде больше не работали. Значит, необходимо как-то компенсировать. В разумных, в разумных целях. И чуть-чуть оставить для фонда обязательно. Фонд должен быть. Если мы видим, что это все складывается, это не бизнес-проект, выкачивание денег. А у нас сейчас некоторые фестивали именно этим и занимаются. Там за два дня 6 тысяч заплати, тысяча человек пришло, калькулятор включать, сколько получается, посчитали аренду земли, это это, там выбросили, там, ну, не знаю, какую-то сумму денег, а остальное все село по карману. Ни фонда, ничего нет. И так до следующего фестиваля. Вот это бизнес. Вот такой бизнес мы крутить не будем. Почему? Потому что это бесовское, это демоническое. Это разрушение нашей державности. Это увод людей в сторону. И что там происходит, мы с тобой как-то говорили, когда появляется такой пастырь, который всех доит. Вот это вот как раз из этой серии. Там появляется много темненьких, там появляется много чего интересного. Несмотря на то, что туда иногда приглашают светлых людей, которые говорят очень правильные вещи. Но в окружении происходит очень страшное. И эти светлые люди, не понимая того, участвуют в этом бедламе. Вот поэтому, если мы видим, что нет бизнеса, а есть именно державный подход, объединяющий, то в этом случае мы безоплатно по совести это поддерживаем. Я ответил тебе, то есть те, у кого есть совесть, у кого есть здравомыслие и понимание, им говорить об этом не надо. Они просто поняли, кто чем занимается и поддерживают те проекты, которые необходимы. Если это бизнесмен, он просто-напросто подумает, какую сумму денег он может ежемесячно выделять. Если это простой человек, он тоже подумает, какую сумму копеечек он может тоже выделять. Потому что даже 100 рублей, к примеру, из тысячи человек, это достаточно хорошая сумма для того, чтобы подержать в порядке все. И даже чуть-чуть, может быть, кому-то платить, командировочные, может быть, даже зарплату и еще что-то. Чуть-чуть, потому что люди трудятся. Вот у нас приходит человек после работы выжатый, а ему надо ролики монтировать. Другой приходит после работы, тоже выжатый, он снимает квартиру какую-то, ему надо заплатить что-то, деньги, а у него этого нет. Но он все равно садится и делает репортажи, что-то пишет и так далее. Но их же надо как-то поддержать. И это по совести будет, и по правде. Потому что это не бизнес. Они не покупают себе яхты, они не летают в космос на прогулку, тратят там несколько миллиардов за два дня полета. Это их жизнь. И жизнь ради державы. И ради этого я существую, я живу. И поэтому мне не стыдно об этом говорить. И я их буду поддерживать. Сам, даже если буду нуждаться. Ну, примерно так. Да. Тема у нас выдалась довольно-таки и трудная, но в то же время, я думаю, можно многое правильного из нее извлечь. Но как поступать с этой информацией, решайте сами. Слава Богам, нашим светлым предкам, нашим славным, и тебе, Алексей, за раскрытие очередной части, очередной грани нашей славянской, нашей ведической мудрости. Благодарю вас за внимание. В конце от себя добавлю. Сейчас у вас есть возможность определиться, с кем вы. Но когда вы определились, с вас будет и спрос по вашему определению. Поэтому прежде, чем сказать, что я на светлой стороне, тысячу раз задумайтесь. А вы на светлой стороне? Вы будете этому соответствовать? Вы сможете так быть или не сможете так быть? Сможете так жить или не сможете так жить? Добра вам и радости в жизни. Увидимся и услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова